Девушки отдыхают Но сначала анонс розыгрыша, небольшого презента от наших спонсоров. В частности, на этот раз свой девайс пожертвовал игрок с ником Augustus Maximus. На очереди новый шлем в белой раскраске. Чтобы его получить, необходимо быть на скором стриме Олега Лайма, так что не пропустите. Анонсы у нас будут в сообществе. А на очереди инсайд, который был полностью посвящен будущему обновлению 3.14. Первую тему, которую затронули разработчики, стало обновление скана и радара. Напомню, что радар является вещью пассивной, в то время как пинг — это некий импульс, позволяющий обнаруживать вокруг нас любопытные предметы и сканирование — режим, где мы получаем информацию об объектах. Разработчики напоминают, что существуют две переменные, по которым можно заметить корабль инфракрасная сигнатура и электромагнитная. Их показатели зависят напрямую от выбранного для корабля компонента. Итого, оверлочите вы их или нет. Так, новые улучшения радара должны изменить принцип обнаружения самих объектов. Например, если вы встречаете Идрис, у которого огромная сигнатура, то с высокой долей вероятности вы не увидите на своем радаре его конвоя из более мелких кораблей. Все это приводит нас к появлению пересечения сигнатур, наличия, к примеру, газовых облаков и не только. Для сканирования переработан интерфейс. Теперь он будет отображать то, какие компоненты игроки и грузы находятся внутри корабля, а также уровень преступности игроков, если таковые есть. Кроме этого, в зависимости от мощности сигнала и типа сканера, который будет установлен на вашем судне, вы будете иметь различного рода уровни детализации сканирования. Если после пинга сигнал будет достаточно высок, игроки смогут сканировать пятна издали. Перейдем к спринт-репорту. Так продолжается работа над больницами в локациях Майкротек и Крусейдер. Для живости локации разработчики добавляют детали интерьера, цветы, столики, медицинские каталки, а также ангар для аварийных высадок и санитарную станцию. Тем временем другая команда активно подготавливает место под размещение точки перехода из системы Стэнтон Фпайра. Показали в очередной раз пример стыковки Джовелина со станцией через стыковой шлюз. НПС не останутся без одежды, особенно те, которые работают на рифинарнях. Вскоре их оденут в специальные защитные костюмы. Ну и напоследок в очередной раз полюбуемся локациями станции Орисон, Хабитейшн Зона, платформа Провиденс и не только. Лайв на этой неделе был посвящен ответам на вопросы по радару пингу и сканированию. Попытаемся кратко, буквально в несколько минут рассказать только самое главное. Что касается общих слов, то на стриме, к сожалению, разработчики из раза в раз вновь и вновь повторяли одни и те же слова. Главное лишь можно выделить то, что был создан фундамент для дизайнеров, которые уже в свою очередь должны реализовать все свои идеи. По традиции напомнили нам, что можно будет сканировать целые планеты, а затем по особым сигнатурам уже более детально вести разведку и поиск нужных для тебя элементов, например, какого-нибудь ресурса. FPS-радар для пехотинцев и радар для кораблей будет разделять потоки информации, однако в ближайшем патче пока этого мы не увидим. Разница, естественно, будет состоять не только в мощности инструментов корабельных и ручных. Однако появляется вопрос, каким образом разработчики будут реализовывать сканирование от игрока. Общая же информация будет передаваться в том числе с техники, но для более специализированной придется прибегнуть к более продвинутым инструментам сканирования. Цик усердно трудились и добились так называемого радарного зонтика, когда более мелкие корабли с малой сигнатурой могут прятаться под более большими. Например, это касается Идриса, Катерпиллера, Реклеймера не только. Что касается корабельного сканирования, то тут все будет зависеть от установленного оборудования. Чем оно лучше, тем быстрее игрок получит информацию о корабле, его компонентах, вооружении, грузе. И в том числе это касается и расстояния, с которого можно будет это совершить. А вот давайте теперь поговорим про месячные отчеты. Начнем с сингл проекта за прошедший апрель. Начнем с команды контента искусственного интеллекта. Апрель они посвятили первому проходу поведения безопасности туристов и гидов, полировке их анимации с недавних сеансов записи мокап. Внедрена первая версия палубного офицера, который используется в ангарах и дает игрокам четкие указания для точного приземления. Про гигиену тоже не забыли, команда завершила настройку туалетов и душевых и их блокировку анимаций. Для сна были созданы новые анимации, физическая возможность придерживания простыней. Команда по фичам работала над оптимизацией своих инструментов и кода игры, а также над поведением гражданских NPC во время боестолкновений. Улучшено определение расстояния реакции, которое заставляло ботов неправильно реагировать на присутствие игрока в сражении в некоторых ситуациях. Была проведена работа над саб-таргетингом, началась полировка для так называемого шкафа-спавна. Техническая команда работала над навигационными сетками и реструктуризацией кода. Для EVA, то есть для пехотного сценария, разработчики подружили ботов системы перехода из нулевой гравитации к нормальной. Обновлена структура запроса и получение инструкции к разного рода поведению NPC. Аниматоры тем временем работали над боевой анимацией вандулов, офицеров десанта, движения в невесомости, а также с различными травмами, в том числе с элементами как реальной, так и фейковой сдачи. Арт-команда персонажей начала моделирование членов новой фракции Screaming Gelsons, членов команды станции связи Осиведа, тем временем Резак и Трактор Бим от компании Грейкет, проходит финальную арт-стадию. Насадка на мультитул для Сальважа вошла в Грейбокс. Также итерации подвергся медицинский инструмент, команды, ответственные за интерфейсы. Инженеры Апрель посвятили работе над рендером Gen12. Начат полный переход к внутренней архитектуре, продолжилась работа по переносу рендеринга совместно с командой графики. Работа над облачной системой продолжилась, генерация SDF была дополнительно оптимизирована и прошла первоначальную работу по итерации технологии в Реймарк. Для моделирования облаков художникам теперь достаточно задать каждой планете свой набор объемных текстур, чтобы сформировать облачность. Сделано это для того, что не на всех планетах существует та же облачность, что и на Земле. Бэкэнд основного движка менеджера заданий получил улучшение. Не остался в стороне и сервер Мешинг, существующего в разработчиков логика StarHash, который используется для потоковой передачи контейнеров серверных объектов, была перенесена на сетевой модуль в рамках подготовки к следующему переходу на серверную службу. Команда игрового геймплея реализовала возможность видеосвязи между двумя NPC, которые ранее мог принимать только игрок. При этом завершена первая ступень реализации форматного полета, где используемая программа показывает желаемое положение. Ответственные за сюжетный геймплей прошлый месяц занимались полировкой различных сцен глав сингл-проектов, включая столовую, боевой мостик, медоцик и не только. Графическая команда отмечает, что большинство пост-эффектов теперь работают по умолчанию на новой версии Gen 12. И только последние несколько экземпляров ждет заключительный проход и далее внедрение. Проходы геометрии включают в себя работу с тенями, непрозрачную и прозрачную геометрию. В бэк-энде Вулкан был достигнут прогресс в достижении паритета с ныне используемым DirectX 11. Программисты VFX преобразовали свою часть кода в Gen 12. Наконец, освещение частиц теперь имеет более физическое основание, не выделяет больше цвета, чем получает. Тем временем дизайнеры уровней заполняли космические локации различными объектами. Технические аниматоры начали работу над новой областью создания лиц при помощи обычных фотографий, преобразуя их в модели головы. До этого цик также использовали эту технологию, но улучшение призвано сделать процесс максимально автоматическим. То же самое намерено сделать и для пайплайна разработки оружия. Команда пользовательских интерфейсов обновляла визуальные эффекты фоновых экранов в одной из ключевых областей сингл-проекта. Команда по VFX эффектам месяц усердно работала над газовыми облаками и бенгалом, которые совсем скоро игроки смогут увидеть на неделе флота. Улучшения были влезены в двигателе корабля. Напомню, что часть задач пересекается сингл-проектом, поэтому мы опускаем повторяющиеся элементы и говорим только о тех, которые не встречаются в отчете по Squadron 42. Итак, аниматоры занимались работой над гидами и туристами, которые мы увидим уже на неделе флота в конце мая, а также над приветственной голограммой в фойе выставки кораблей. Арт-команда персонажей завершила работу над ассетами посадочных деков станции Orison и нарядами медперсонала. Внедряется новый рентгеновский скелетный шейдер для медицинского геймплея. Наконец, продолжилась работа над рюкзаками и голографическими проекциями для пользовательских интерфейсов физического инвентаря. Апрель был посвящен финальной работе над посадочными площадками станции Orison. Завершены все основные платформы огромной локации. Транзитные маршруты между отдельными зонами также завершены. На финальной арт-стадии были аутпосты в стиле колониализм. Материалы были доработаны и были созданы дополнительные визуальные эффекты. Локацию также протестировали на момент использования элементов во время боя. Монреальская студия завершила работу над картами госпиталей станции Orison и New Babbage. Полировка близится к завершению. Команда готова к внедрению лодов и исправлению багов. Американская команда транспорта трудилась на завершающем этапе к выпуску нового танка. В центре внимания были гусеницы, движение танка и ощущение игрового процесса. Кстати, он уже на релизе на ПТУ-313.1. Таурус вышел из грейбокса и готовится к внедрению сложных лодов. Из вайтбокса вышел некий неанонсированный корабль, который должен быть выпущен позже в этом году. Оружейная команда сообщила, что некоторые корабли на предстоящей выставке получат выполненные на заказ орудия. Команда фичи персонажей в апреле работала над итерацией инвентаря игроков. Работа была проделана над возможностью обмена предметами между инвентарями. Они также изучили вопрос хранения инвентаря внутри другого инвентаря, что привело к созданию нескольких окон для игроков для перемещения предметов. Что касается лутания мертвых, то ЦИК хотят заменить основную модель точной копии передачи прав собственности на предметы игрока, что сделает в свою очередь основного игрока полностью свободным от предметов и дает ему возможность вернуться к собственному трупу. Это все еще требует полировки, чтобы сделать все переходы более плавными. Другая команда обновила логику дружественного огня и сплэш-урона. Теперь, пока игроки наносят урон больше врагам, чем товарищам, они не будут наказаны, однако получат штрафы. Например, при использовании ЕМП. В это время новый VFX-инструмент для транспортных средств получил апдейт, что позволяет при помощи него создавать для трастеров и двигателей отдельные потоки воздуха, создающие пылевые вихри. Вскоре при использовании автобернера во время полета форсажные камеры будут использовать иссякаемый источник энергии. После их использования они будут перезаряжаться, и с каждым разом мощность корабля будет падать. Команда LiveContent в апреле пересмотрела миссии в пещерах, улучшила пути патрулирования ботов и добавила новые майнерские поля. Изменения произошли и в оплате некоторых миссий на доставку. Сервисная команда инструментов завершила работу над последней версией моделирования экономики и искусственного интеллекта, которые будут управлять более широкими фрагментами экономической составляющей. Для запуска была проведена работа над системой SuperPCash, для сервер-мешинга была продолжена работа с акцентом на заполнение таблиц и иерархий контейнеров объектов. Команда транспортных средств начала связывать функции радара и сканинга и потратила время на это тестирование. В FX команда работала над объемными ветрами под действием трастеров, новыми эффектами пинга для радара. Для всех тех, кто следит за работой по внедрению вулкана и рендера Gen12, разработчики ответили на ряд вопросов. За перевод спасибо нашему человеку Чайке, мистеру Фоксеру. Текущая игра уже использует все ядра процессора. Плохой FPS в игре в основном из-за потока так называемого Render Third. Это является основной причиной того, почему частота кадров так падает в больших локациях и почему важна максимальная производительность на один поток. Gen12 значительно повысит производительность за счет улучшенной производительности Render Third. Gen12 будет частично внедрен в версию 3.14, однако вы увидите значительное улучшение производительности только после того, как эта технология будет полностью закончена. Мы также работаем над вулкан, который должен быть выпущен вскоре после того, как полностью заработает модуль рендеринга Gen12. После того, как мы внедрим вулкан, мы когда-нибудь сделаем сборку под Linux. Реализация поддержки одновременно нескольких видеокарт пока не входит в наши планы. Производительность GPU, скорее всего, не улучшится с внедрением Gen12 вулкан в краткосрочной перспективе, поскольку мы в основном ограничены центральным процессором. К дорожной карте разработчики обновили трекер прогресса, добавив ряд интересных деталей к этому году. Так, к работе добавлен корабль Drake Corsair, Bonno Merchment, Apo, Santo Kai, Vultura, которая уже была в дорожной карте. Из интересного – расширение функционала корабельных дверей. Это подразумевает более широкое взаимодействие с окружением, включая выравнивание пандусов с ландшафтами и другие особенности поведения корабля. В работе также система жизнеобеспеченная версия 0 – первая итерация бортовой системы, которая включает внедрение корабельных компонентов, ответственных за генерацию воздуха и управление ими. Из трекера временно исключили технологию разрушения капитальных кораблей, стриминг экстерьера и интерьера кораблей, анимацию состояния пилотажных пультов и новых двигателей для М50. В пояснительной записке отмечается, что релиз в дорожной карте патча 3.17.4.0 будет показан через две недели. К новостям в одной строкой. На ПТУ релизнулись долгожданные Танкнова, Геркулес С2, Геркулес М2, а также обновленные бану Дефендер. И на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Помните о розыгрыше. Небольшого презента уже совсем скоро, в ближайшем стриме о Лего Лайма, скорее всего в понедельник. А также не забывайте то, что нужно обязательно нажать кнопку подписаться и отдать свой лайк этому видео. Еще одна напоминалка. До 10 числа включительно действуют правила. Зарегался по рефералке или сейчас, или ранее. Купил стартпак, получив подарок. Корабль с пожизненной страховкой. Ну и все актуальные ссылки также внизу под этим видео. Берегите себя и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok